Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Под особым контролем на заседании комиссии по противодействию незаконного оборота промышленной продукции подвели итоги года. Безопасно и с комфортом. Школы Республики получили 31 новый автобус. Новогоднее чудо. Исполнились мечты ребят, чьи шары с желаниями попали на елку. Итоги работы в 2020 году подвели на заседании комиссии по противодействию незаконного оборота промышленной продукции. В зоне особого внимания товары повышенного спроса. В этом году особому контролю подвергся рынок лекарственных препаратов. Дефицит лекарств всегда ведет к появлению контрафакта в аптеках. Например, в прошлом году Росздравнадзор изъял из обращения около 7 миллионов упаковок таких лекарственных препаратов. Как всегда, в зоне повышенного внимания надзорных органов и продукты. Только за 10 месяцев в республике проверили 258 предприятий пищевой промышленности. В половине из них выявили нарушения. Один из самых действенных механизмов пересечения оборота недоброкачественной продукции – маркировка товаров. Эта система вводится планомерно на различные группы. В перечень готовится включить и бутылированную воду. Проблема незаконного оборота бутылированной воды носит комплексный характер и охватывает все сферы, начиная от добычи до потребителя. 25% бутылированной воды в России контрафактная. Мы предлагаем производителям бутылированной воды и участникам цепочки по маркировке данного вида продукции, не дожидаясь конечных сроков, приступить к работе по обязательной маркировке бутылированной воды. Надо очень-очень нам с вами планомерно двигаться по пути, с одной стороны, защиты прав наших производителей, но с другой стороны, конечно же, максимально продвигать наших производителей на другие рынки. На заседании обсудили итоги реализации комплекса мер в сфере контрафакта алкоголя, строительных материалов, природных ресурсов. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, обвиняемого в совершении ряда коррупционных преступлений. Обвиняемый получал от предпринимателей взятки деньгами, имуществом и оплатой услуг, общий размер которых превысил 14 миллионов рублей. Выявлен факт приобретения квартиры в городе Чебоксара стоимостью свыше 7 миллионов рублей. Установлено, что обвиняемый в период с 2013 по 2019 годы, являясь директором образовательного учреждения и получая из бюджета деньги на проведение ремонтных работ, привыкал к их выполнению знакомых предпринимателей, обеспечивая им победу в проводимых соответствующих аукционах. В дальнейшем указаны подрядчики получали в качестве оплаты денежные средства, хотя работы были выполнены не в полном объеме. Оставшуюся часть работы фактически выполняли сотрудники и студенты техникума. Всего органами следствия злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении 30 коррупционных преступлений, в том числе и легализации незаконно полученных денежных средств. Уголовное дело будет направлено прокуратурой республики для рассмотрения по существу в московский районный суд города Чебоксары. В 2020 году на развитие сел и деревень республики в рамках всех действующих программ выделено более 4 миллиардов рублей. Реализовано свыше 3000 проектов. За этими цифрами новые дома, дороги, школы и сады, сельские клубы. Жить как в городе. В благоустроенном доме с хорошей инфраструктурой, иметь работу, ездить по надежным дорогам и смотреть кино на большом экране. С помощью различных государственных программ создается комфортная среда проживания на селе. В Урмаево Комсомольского района реализуется проект по компактной жилищной застройке. Вместе с домами здесь появился свет, газ, вода и автомобильная дорога. Динамично развивается и Шигарданское сельское поселение уже в соседнем Батаревском районе. Здесь активно строится молодежь. Она же создает бизнес. Зачем уезжать из родного села, если есть работа и достойная заработная плата? Уже три года Эльмир Зимдиханов развивает собственное дело. Он открыл каниферму, где выращивает лошадей. Его примеру следуют и другие. Предприниматели создают рабочие места в особенно востребованных сферах, отметил глава республики в ходе своей рабочей поездки в южные районы республики. А вот семья Ивановых из Чебоксарского района комфортную среду создает себе сама. И не только себе. Подробности в нашем сюжете. Клычевский чудесник. Так называют Николая Иванова в родной деревне. А все потому, что каждый год он со своей семьей строит на своем участке замечательные снежные фигуры и горку, даря радость местной детворе. Раньше качели делали, постепенно гирлянды покупали. Многие уже приезжали из соседних деревень тоже приезжают. Нам приятно. Людям тоже, наверное, останавливаются, смотрят, фотографируют, снимают тоже. Каждый год мы участвуем в конкурсах. Детей много тут каждый день. Если раньше ребята ходили кататься во враге, то сейчас бегут к Ивановым, не упуская любой возможности скатиться с горки. Иногда после школы катаюсь, иногда схожу домой, покушаю, приеду гулять. Эта горка классная, потому что светит с огнями. Мне больше всего тут нравится бычок. Строить снежный символ года уже традиция. Каждый год на выходные мы приезжаем к бабуле и дедуле на Новый год, строим игрушки. В этом году мы построили бычка, так как в следующем году ожидается год быка. И это тот самый случай, когда неизвестно, кто получает больше радости. Ребята или те, кто создает для них из года в год такие зимние забавы. Екатерина Шиверова, Николай Семенов, Республика. Школы Республики получили в канун Нового года 31 новый автобус. Они выйдут на маршруты в следующем году. Эти новые желтые автобусы пришли на замену старым. Их направят на маршруты, где расстояние между населенным пунктом и школой больше 10 километров. Вместимость 23 пассажира. Такой транспорт получили 11 муниципалитетов Республики. Два автобуса отправились в Шумерлинский район. Людям удовольствие будет работать на новой технике. В преддверии Нового года получить такой подарок – это прекрасно. И для детей хорошо. Очень рады. Только в этом году для общеобразовательных организаций Республики приобретено 46 школьных автобусов на сумму 95 миллионов рублей. Из них 31 автобус за счет федерального бюджета – 15 на деньги республиканского. Теперь в планах обеспечить транспортом и дошколят. Мы уже для себя приняли решение в школах, ввиду того, что у нас многие школы уже с детскими садами идут комбинированными, аналогичную схему доставки детей мы запускать будем со следующего года и для детей детских садов. Потому что, очевидно, ведь эти автобусы нам, наверное, скорее всего, так и не разрешат их сажать. Поэтому отдельные маршруты надо будет делать. И такая задача стоит, потому что мы видим, что дети с деревень, для них требуются детские сады. Логистика далекая. И, очевидно, лучше, чем строить, проще обеспечивать их транспортом. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Столичный родильный дом номер 5 на время пандемии приобрел статус ковидного. Здесь находятся беременные женщины, подхватившие опасный вирус. Но этого не знают их будущие дети. Они появляются на свет в определенное им судьбой время. Несмотря ни на какие внешние обстоятельства. И, конечно, большую роль здесь играют доктора. В профессии Елена Ермакова уже 8 лет. До сих пор воспринимает рождение новой жизни как чудо. Хотя наизусть знает алгоритм ее появления. Опасный вирус заставил по-новому взглянуть на обычные вещи. Наблюдение беременных, сами роды. Восстановление после них потребовало новых знаний. Появилось дополнительное заболевание, которое еще мало изучено. Мало известно, как оно влияет на беременность. И, конечно же, на плод у беременных пациенток. Мамам нужна дополнительная психологическая поддержка. Им надо дополнительно объяснять, с чем они вообще имеют дело. В стационар привозят пациенток с дыхательной недостаточностью, с пневмонией. Такого раньше в практике гинекологов-акушеров не было в принципе. Диагноз ковид и разная степень поражения заставляют докторов оперативно принимать решение. Назначать каждой пациентке свой протокол лечения, чтобы вылечить будущую маму и спасти жизнь малышу. В красную зону нет доступа никому. Эти съемки предоставили нам сами врачи. Вот оно, рождение нового человека. Спасибо вам, доктор. Очень приятно, когда люди понимают и ценят все-таки наш труд, потому что на самом деле мы стараемся именно для людей и для пациентов. И когда ответная реакция такая приходит, конечно, это очень приятно и очень поддерживать, что все не зря, что мы действительно делаем что-то хорошее. В роддоме вылечились от ковида 284 пациентки. На свет появились 98 детей. Лучшие награды медицинским работникам и не надо. Жизнь продолжается. В центре одаренных детей и молодежи Эткер сегодня праздник. Здесь собрались призеры и победители различных международных и всероссийских конкурсов. В последнее время такое бывает нечасто, не позволяют ограничительные меры. Поэтому ребята очень рады общению. Поздравить ребят приехал глава республики. 2020 год назвал новые имена победителей. Почти 20 призовых мест на Всероссийской Олимпиаде школьников. 10 на конкурсе «Большие вызовы». Ребята из Чувашии выиграли три гранта в размере около полутора миллионов. На Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Были и другие творческие состязания. Большинство из них прошли в формате онлайн. Согласитесь, впечатляющие цифры. Ребята углубляют свои знания в точных науках, IT-технологиях, химии и биологии. Раздевывают свои таланты в музыке, хореографии, пении. Элимпи Кузьмина профессионально занимается вокалом только два года, но она уже победитель различных песенных конкурсов. Я хожу в музыкальную школу. Ну так я с четырех лет начала петь. Меня вдохновляет мой преподаватель. Ее зовут Михеева Екатерина Юрьевна. Я очень рада, что получила сегодня подарок. Напомним, что на базе Эткера правительство Чувашии планирует открыть интернат для одаренных детей. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Республика. Сотни писем, столько же желаний. Приближение праздника дети ждут с особым чувством и верят в чудеса, несмотря ни на что. Всероссийская акция «Елка желаний» идет по всей стране. Это утро для 14-летней Марии из Чебоксар стало особенно волнующим и чудесным. Сегодня она впервые проехала на лошади. Извечная детская мечта, ставшая реальностью. Она катается на лошади. Вижу, она довольная, сияет. У нас семья большая, шестеро детей. Мы рады видеть своих детей счастливыми. Я тоже хочу, чтобы мои дети были счастливы, чтобы у них мечты всегда исполнялись. Не передаваемые эмоции. Я мечтала с детства уже на лошади покататься. Лошадь зовут Хоризонтема. Очень красивая, добрая лошадь. Хоризонтема родилась и выросла в этой конно-спортивной школе. Она почти ровесница Марии. Ей 13 лет. И они могли бы дружить. Приятная лошадь. С душой подходит к работе. Я считаю, что после общения с лошадью детей восторг, буря эмоций. Им очень нравится. Все слезают с лошади всегда с улыбкой. И все очень хотят еще раз сюда вернуться. У юной наездницы еще будет возможность вернуться сюда. И не раз. Глава республики подарил ей сертификат на обучение верховой езде. В январе новый набор будет. Набор. Есть желание? Есть желание. Стать хоть ненадолго волшебником и осуществить новогоднюю мечту ребенка может каждый. Исполняя заветные желания, у взрослых появляется возможность самому хоть ненадолго вернуться в детство. Мне кажется, очень важно нам всем объединиться для того, чтобы осуществить отдельные мечтания детей. Капли по капле мы в итоге собираем большое море эмоций. И мне кажется, вот эти положительные эмоции, море эмоций имеют очень важное значение. А дети, вот эти блестящие глаза, это же энергия, это эмоции, которые в том числе лично меня сегодня зарядили и настроили на такой плодотворный рабочий день. Человек живет, пока мечтает. Поэтому очень важно не переставать мечтать и в то же самое время верить. Верить, что чудеса случаются. А в рамках акции «Елка желаний» 12-летний Иван Кузьмин побывал в кабине машиниста-локомотива и прокатился на поезде. А в подарок получил детскую железную дорогу. Наталья Мальчикова, Александр Отюков, Республика. Сюжеты и программы с защитной маской на лице и перчатках на руках. Так работали в этом году все журналисты, выезжающие на самые важные события. Семь конкурсов и 160 работ. Мининформполитики Республики подвело итоги конкурса в сфере средств массовой информации. Доступ к спикерам ограничен. Мероприятия в режиме онлайн. Это были наши будни. Как же сохранить связь, избегая контактов? Такие проблемы испытывали в этом году телевизионщики. В отличие от радио и печатных СМИ, сюжеты снимать на удаленке невозможно. А главное, надо было сохранить баланс между тревожными сводками по ковиду и новостями из обычной жизни. 2020 год для нас, журналистов, тоже был непростым. И в начале года даже были сомнения, сможем ли мы выполнить все обязательства, которые на себя взяли. Потому что организовывать съемки было действительно очень сложно. Не было каких-то крупных мероприятий. С людьми договаривались о встрече, они начинали болеть. И пришлось увеличить нам выпуски новостей. Потому что люди тогда, в самом начале пандемии, хотели знать больше информации. И информация очень быстро менялась. Но мы справились и выполнили все обязательства. Оперативные новости, интересные программы оценивали зрители. Еще один итог победы в журналистских конкурсах разной тематической направленности. От противодействия, коррупции, реализации нацпроектов до детских программ. Самое главное было объяснить обычным людям, что такое нацпроекты. Не просто назвать какие-то цифры, сколько денег выделено, что сделают. А вот через отдельную деревню, отдельного человека, показать, что этот человек получит от этого нацпроекта. Мы проехались, наверное, по всем районам. Где-то рассказали про точки роста, где-то рассказали про дороги, где-то рассказали про строительство клубов. И стало понятно, что нацпроекты действительно охватывают все сферы нашей жизни. И они действительно делают нашу жизнь комфортнее, лучше, удобнее. И, конечно, они касаются каждого из нас. В этом году Надежда вместе с коллегами-операторами и режиссерами получили сразу три диплома в разных номинациях. Редактор Юлия Адюкова победила в конкурсе молодежных медиапроектов «Пишу и рассказываю о Чуваше». И удостоилась диплома второй степени за детскую телепрограмму «Щелтор Чексы». Награду получила и Татьяна Молокова за программу «Вектор комфорта». Высокую оценку получили наши коллеги-продюсер ТВАН-радио Надежда Андреева, редактор Национального радио Регина Вихарева. Наталья Мальчикова, Георгий Кривошейн, Республика. Это главные новости вторника, 29 декабря. Увидимся в эфире Национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин